Субтитры делал DimaTorzok Пришлось немножко подзадержаться, так как игра в АМ Лиге у нас немножко позже началась, чем должна была Но вот ребята подождали, ребятам огромнейшее спасибо за то, что они подождались Сделали сейчас РМК на Олл Пике и вот будем наблюдать за этой игрой Ну что, первая встреча, Best of 2 серия между данными коллективами Посмотрим, кто же станет сильнее, можно в принципе пройтись по персонажам Заодно и представить, кто будет играть Начнем с команды Paragon E-Sports Дон Педро будет играть на Чене на Луне Отправляется фармить Палантимос На СФчике вот таком с арканкой Ласт Хиро, я так понимаю На Бэтрайдере Ромашка И на Шадоу Демони будет играть 11-й Б Команда Paragon E-Sports Начинается Ну и их соперники Максимус будет играть на Спирит Брейкере На Тайт Хантере будет играть Хотлайн На Death Profit играет Десант На Урсевича отправляется ЦЦ И на Оркли будет играть Бага Гав ТФ Команда Биуэр Ну и у нас уже началась какая-то агрессия Спирит Брейкера с Чарджа влетает на Бэтрайдера Который летит на Фаерфлай Здесь, конечно же, отсюда улетает Но показали ему то, что, дорогой друг, ты не борзей Ты, конечно, увел крипов на Фаерфлай Немножко их поджег Но вот сейчас, конечно, ромашка поступила довольно интересно Он увел крипов Он сейчас получит быстренько экспу Неплохое такое количество экспы на СФ Очередной Чардж Тут просто Спирит Брейкером По каналию какой-то устраивает На карте половину хаус-поинтов Слили уже Last Hero Но вот продолжает, продолжает он, конечно, подпармливать Пришлось один тангус запуленный съесть Но Десант здесь не будет ему давать Хорошо, стоять спокойно Потому что продолжит его с ворумами закидывать Продолжит его с ворумами закидывать Продолжит ему мешать Если посмотреть, то сколько вот душа Сейчас у Шадо Демона Всего лишь одна душа И продолжает, продолжает его Вот так вот подхорашивать Что у нас по линиям? По остановочкам линий Давайте посмотрим Урсевич стоит вместе с Ораком Против Бэтрайдера Также ромом занимается у нас Спирит Брейкер На миде противостояния СФ и Дес Профита На СФ очередная вылазка Здесь фласочкой отпивается И говорит Спирит Брейкеру Не надо так поступать Уходи отсюда, дорогой друг Чен находится в лесу И также будет подфармливать Помогать в смоках Уже вылазка небольшая Здесь от Чена И на низу у нас Противостояние Шадо Демона И Луны против Тайт Хантера Ну вот интересно Чем будет заниматься Здесь конечно Чен Пока что он стоит в смоках Второго уровня Ну и вот Посмотрим Что же все-таки Будет делать Чен Выходит с Крепом Конечно с Сатиром Колодуном Это так себе Воин для того Чтобы гонгировать Каких-либо персонажей Тем более на миде Ну самое интересное То что Спирит Брейкер Сейчас не сможет помочь Выходит вместе с Ченом Замедляет Так Дес Профит Начинает его пробивать Последняя здесь Койл Отпивается конечно Но Ласт Хира Берет себе фраг И сразу Огромное количество душ У него появляется Не смог бы здесь Братрум помочь Так как маны на чардж Не было И отправили в таверну Дес Профит Очень сильно конечно Раздамаживал этот Сатир Бедную Дес Профит Ну вот Получилось так как получилось СФ там Кайлами раскидал Но вот очередной чардж Очередной чардж на СФ Который несет себе конечно Баночку Но сейчас Успеет ли она К нему подойти Да успеет подойти Должен он отпеваться Сейчас быстренько 18 душ он имеет Все замечательно у него Он продолжает На чарджа бежит дальше Здесь будет ли отпеваться Сифонами сифонов Нет замедлить нечем Замедлить СФ нечем Ну и экшен у нас происходит Экшен постоянный Конечно Очень мало фрагов Один фраг всего За 3 минуты совершили Но моментов Которых могли сделать Эти фраги Огромное количество Наверное можно перенестись На другие линии Что у нас тут происходит Луна стоит вместе С Шадоу Демоном Против Тайт Хантера Тайт Хантер в инвизе Спокойненько получает Экспул Стоит здесь Никого не трогает Есть у него третий уровень Есть у него второй Энчер смеш Первый Кракен Шелл В лесу Чен продолжает Подфармливать Продолжает Собирать себе сатиров Всяких Продолжает набирать Собирать себе Зоопарк Ну и выходить Какие-то вылазки Совершать Конечно здесь Самая такая активная вылазка Хотя я думаю Этого Тайт Хантера Также забрать Не будет никаких проблем Потому что 3 рейнджевика 3 рейнджевика С лунер блейтингом Огромное количество Урона с руки Также второй бинт Также Чен который Урон наносит Довольно неплохой Здесь еще и Урсу Сейчас если заберет Хотя здесь есть И глиняный голем Но у нас на видео Очередная вылазка Просто на этого Шадл Финда И очередной Раз его не забрали А десант сам Получал довольно Немаленькое количество Урона Поэтому Сейчас посмотрим Как это будет выглядеть Продолжение Братрум просто Не отпускает Этого СФ А этому СФу надо Не знаю Поаккуратнее что ли Себя вести Или Бэтрайдеру Себя поаккуратнее вести Потому что А нет Здесь бежит конечно Братрум Он его немножко подхарасит Но Файерфлая хватит Чтобы улететь на хайграунд Ну так вот Первая игра У нас довольно неплохая Постоянно какая-то движуха Вот этот вот пик Братрум И постоянные его вылазки Чен также я думаю Все таки не будет Долго сидеть На одной линии Сейчас приобретет Может быть очередные смоки И уже С глиняным големом С каким-нибудь Выйдет на эту Баншу Но у Банши уже есть Сифоны Один так точно И ее будет забрать Не так просто Продолжает фармить СФ У СФа Четвертый Крипстат Но если посмотреть То да Не очень он хорошо стоит Против этого Этой Дэск Профитки Но фраг он получил Если посмотреть По Нетворсам Общая ценность То да Он выше на 400 монет Этой Дэск Профит По деньгам И колеблется На первом месте У нас Урса И Луна Ну я не знаю В принципе Урса должна была Как-то похуже стоять Против Бэтрайдера Чем Луна Против Тайтхантера Оно получается Так как получается Давайте посмотрим Крипстатам В этот момент Я не обратил внимания Ну да На трех крипов Все таки Урсевич Выигрывает У Луны Ну и продолжает фармить Сейчас не знаю Что у нас Какие-то замешательства У нас происходят Ну и Пока что ожидаем Пока что ожидаем Субтитры Обновляется У нас игра Продолжаем Мы с того момента На котором остановились Откидывается Один с вормами Второй кайлами И что один Что второй Неплохое количество урон Нанесли друг другу И начинает Бэтрайдер Настреливать По Спиритбрейкеру Но нет Отходит конечно же Бэтрайдер Четвертый уровень Хочет он получить Свой шестой И продолжать Как-то подфармливать Здесь если Урсу Отпустить То она может Расфармиться И конечно потом Больших проблем Создать Для данного Товарища Но на Бэтрайдер Вылазка Так Подчарджем Залетают сюда И начинают Постреливать Усапа Он с откидывается Маслами Здесь но все-таки Спиритбрейкер Забирает себе Фраг на Бэтрайдер Вот так вот Шадо Демон Все-таки Тайтхантера Вместе с Луной Забревает Здесь Ннизу в ответочку И разменялись Хардлайнерами Но Парагон Еспорт Должны быть в плюсе Потому что Кто здесь А нет Ну все равно Шадо Демон Фраг забрал Но все равно Приятно Шадо Демон Также Саппорт Получил необходимую Демнишку Чтобы там Какие-то варды Купить Да Вот он приобретает Варды Сейчас может еще Что-нибудь купит Из Шадоу Оу-е-е Вот Шадоу Финт То что забрал Сейчас Спиритбрейкера Вот это вот Наверное Круто Вот это вот Очень хорошо И выходит Еще и на Деспрофит Здесь есть ли чем Поцепить Да Пошел Здесь Дизрапшин Также накидывают Пытаются Десанта Убить Дальний Койл И забирает Тебе фраг СФ И разбегается Здесь Братрум Есть конечно Чем отпиться Есть два заряда В батле Надо отпиваться Потому что Братрум Продолжает бежать Не знаю Это наверное То что там Шадо Демон Находится Ну или отменит Просто напросто отменит Отпивается Пласочкой Да Вот он Да И все-таки Уходит отсюда Братрум Здесь вылазка на Тайтхантер У нас очередная 5-1 Счет у нас уже Тайтхантер Вылазка от Чена Чен с двумя Довольно неплохими Крипами Выводит вперед Кентавра Будет ли выходить Пока что прячется Палет здесь Всю движуху Тайтхантер Ренчерсмэшем Откидывается Будет ли цеплять Тайтхантер Здесь Бима Пока что не кидает Есть эклипс Можно закидывать Эклипсом Пока что не хочет Под хатлайну Не попадает А кентаврам Просто он не кидал Станчик Будут ли дальше Бежать здесь Станчик Пока что не кидает Забирает себе кентавра Тайтхантер И на этом в принципе Все Тамурсевич Бэтрайдера Забрал на развороте Где-то наверху Ну и Господи Что у нас происходит Вроде На третьей минуте Один фраг Только был Здесь уже 5-2 на шестой За 3 минуты Произошло 6 фрагов 7 Еще и у СФ Очередной раз Забирает себе Фраг на Деспрофит Будут ли цеплять Пытаться как-то Сперед брекера У которого Нечем уходить У него нету Маны На чардж На фракшеный сент Прилетает по СФ И спасает Своего Спирит брекера 30 душу Шадоу Финда Второе Третье место По крип статуе Его опережает На 5 крипов Буквально Урсевич Если посмотреть По нетворсам Там наверное Уже борода Ну и Продолжает Продолжает Наращивать Своё преимущество Шадоу Финд Продолжает он Расплетпушивать Как-то вышку Подфармливать Крипочков И получает Свои денюжки Свои артефакты Аквилку Я также приобрел Есть у него Винблэйнс ПТ Аквила И Боттл Очень все Хорошо У СФ Продолжает он Бёрститься И 7 уровень Имеет Также 7 уровень Имеет Лунау Который Бин на 4 И если попасть Под этот Эклипс Будет очень 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 неприятно Чардж Очередной Чардж На СФ Будут пытаться Его цеплять Но здесь Находится Чен со своим Зоопарком Будут пытаться Спушить Просплетпушить Линию Тайтхантер с Рэвиджем Сифонами Еще так же Подскопать Но под Рэвидж Попадает Все равно И СФ Отправляет Таверну Попытаться Чена Еще поцепить Прочен Сент Прилетает В пятером Находятся Здесь ребята Из команды БВР И забирают Все таки Еще и Чена Но в пятером Конечно Да В пятером Против их Пятерых Сражаться Довольно проблематично Тем более Когда у Тайтхантера Был Рэвидж Пытался Пытался СФ Как-то замансить Пытался Как-то из зоны действия Выйти Но ничего Не получилось И отправился Товарищ Таверну Сейчас Очередной раз Набивать Души Очередной раз Как-то выфармливать Денежку Которую потерял Но зато Бэтрайдер Отставили Пространство Пытается он Выйти Свои барабаны В хоть какие-то статы Хотя против Фурсы Какие бы у тебя статы Не были на начальных Левелах Это все равно Проблема То что есть В пике Но сейчас СФ быстренько Я так понимаю Души себе набьет Да 28 уже не имеет Забрал себе фраг И окупил Буквально За несколько секунд Сразу все денежки Очередная вылазка На Бэтрайдера От Спиритбрекера И забирает себе Очередной раз Данную Мышевсадника Шаттлфин Забрал вышку Восьмая минута Счет 7-5 Команда Парагон Спортс Ну имеет Небольшое преимущество Конечно Но вот такие вот Вылазки надо пресекать Либо собираться Начинать самим В пятером Потому что вот ребята С команды БВР Собрались в пятером И Сделали два Очень хороших фрага Но если бы было бы Продолжение Конечно было бы интересно Но там очень мало ХП оставалось у всех И прокастов в принципе Не было Поэтому ребят Понять можно Луна Что у нас имеет У луны практически Есть доминатор ПТ Аквилка Также есть Как и у Шадоу Финда Две аквилки Но в принципе Стояли на разных линиях И можно ребят тоже понять Продолжают сплитпушить Вышли уже на Тир-2 вышку И СФ начинает Пробивать Пока нету реведжа 50 секунд В принципе Можно было бы Реализовать Вот это вот время У Бэтрайдера Также есть лассо У Шадоу Финда Есть Демоник Пюрч У СФ 36 душ В принципе Ну и Драгон Лэнс Практически имеется Ну вот Есть Драгон Лэнс Через 10 монеточек будет Можно будет принести И уже начать И доминатор Еще А нет Этот Мэджик Вэн Во как Тут нас подцепили Очередной раз Бэтрайдера Но Бэтрайдер Что-то Подпишут Не знаю Надо прекращать Зато Тир-2 Забрали ребята Ну и в принципе Этим они Довольствуются Им все нравится Зато барабаны Еще забрал Вот так вот Одни плюсы От того что умираешь Боже Вроде и умираешь Вроде и Не участвуешь Так в драках Зато барабаны Зато Там еще Там по-моему Нормально Все с закупом Ну да Барабаны Транквилы Восьмой уровень Довольно неплохо Для хардлейнера Для девятой Десятой минуты Который Ну один стоял Еще и Четыре раза умер Ну а луна Перемещается На верхнюю линию Перемещается на верхнюю линию Сейчас я думаю К ней тоже будут подходить Потому что если она Будет находиться Здесь одна С ней будут повторяться Такие же ситуации Как и с Бэтрайдером Хотя с другой стороны Есть эклипс И этот Спиритбрейкер Так долго выживать не будет Как от Бэтрайдеровского Фарфлая Но в любом случае Надо как-то сейвать Надо как-то понимать То что сейчас будут Как-то фокусить Данную Женщину на коте Поэтому перемещаться туда Ну вот В свою очередь Ребята из команды БВР Сами перемещаются наверх Перемещаются На чарджа Уже туда На луну Спиритбрейкер Также подходит Тайтхантер Бежит Урсевич Но скорее всего Уже не успеет Да, очень далеко Ушла луна Отличный вард Стоял на подходе Здесь У команды Парагон Еспортс И понимала Все луна Понимала Когда ей надо отступить И сейчас приобретет Себе доминатор И будет у нее Вообще все шикарно Все будет замечательно Десятая Одиннадцатая минута Доминатор Аквила ПТ И Демона Также Бэтрайдер Летит Да, навесил Демоник Пюрш Есть ли Флеминг Классо Бимом Пока что Откидывается Чардж Пошел От Баратрума Будет ли ультимативный Ультимативная Пол шаду Демона Нету Флеминг Классо Не закидывает Реведж Отличный По троим Пока что прилетает Урса Пытается развалить Здесь луну Клипса Пока что Не прокастовывать Урса Здесь под Эмпауером Начинает Начинает Пробивать Но ее Сразу же Фокусит Флеминг Классо Увезли Отсюда Запокусили Просто Огромное Количество Минус 3 В исполнении Команды Парагон Еспорт И продолжают Они давить Сф Также подошел Но Неплохое Количество Дамага Нанесли Ребята Из команды БВР Но Даже Ультимативную Чен Хэнд Товган Не использовал И заходят Заходят С зоопарком Заходят С аурой Луны Заходят Начинают Пять ренджевиков Просто уничтожать Эту Башню И идут дальше Идут дальше Им ничего не помешает Просто у них Все замечательно В этом плане Просто они идут И ломают Есть у Бэтрайдера Будет У Бэтрайдера Через 50 секунд Лассо Ультимативные Есть у Шадоу Финда Есть у Луны Нет У Луны Драгон Лэнса Я думаю Уже все там После такого количества Драг Господи Что у нас по графикам По графикам Около 7,5 по золоту Ведут команда Парагон Еспорт По Экспе Чуть более 3000 Наверное можно В принципе Уже открывать Нетфорса По Нетфорсам Первое место Занимает Сф С 8 тысячами Ну да Пока нету Реведжу У Тайтхантера В принципе Можно выходить Потому что Здесь единственная Инициация От Спиритбрекера Который вот так Вот выбегает На Шадоу Финда Сразу же Его в Дизрапшн Есть Экзорцизм Ультимативную Закидывает Шадоу Финд И в принципе На этом Наверное все Не знаю Можно в принципе Отойти ребятам С команды Парагон Даже не участвовать Никак в драке Отпушить Немножко Сторону И выходит Так Тут выходит На Шадоу Демона Будут ли цеплять Дальше Чардж Использует На кого Там На Сфчика Но Сфчика Отпускает Шадоу Демона Также отпускает И уходит сюда На мышесаднике Бэтрайдер На Мышевозчике Бэтрайдер Вот так вот И получается Блэкин Бар Собирает Шадоу Финд Я думал Это все таки Будет Драгон Лэнс Нет Это будет Блэкин Бар В принципе Выбор тут Понятен И очевиден Потому что От сворлов Немаленькое количество Урона прилетает Если еще Под реведж попасть Это тоже Очень неприятно Также замедление Там от всяких Клэпов И Oracle Также Форчуна Сэндом Очень сильно мешает жить Ну вот С этим надо Как-то бороться И СФ предпринял Такое решение Как купить Блэкин Бар Можно его понять Можно простить В принципе Под ДД Сейчас будет Просто-напросто Разваливать Последний Внешний Тауэр У команды Биуэр И я думаю Никто ему не помешает Потому что У Тайт Хантера Кстати появляется Реведж Он не использовал В прошлой драке Чардж очередной На СФ Господи Как этот Спирит Брекер Любит этого СФ Просто И будут ли допушивать Потому что Здесь 4 человека Огромное количество Крипов И огромное количество Тех самых Крипов Которые нужны Для уничтожения Товеров И очень мало ХП остается У башни Я думаю Да Будут забирать Заходить на Рошана И пытаться заходить Хайграунд Потому что Есть все Но улетает Наверх Луна И что Будут ли забирать Рошана Потому что Ну Рядом находятся Рядом находятся Ребята из команды Парагон Еспорт С 3 человека Здесь Ну нет СФ перемещается Наверх Луна уже наверху И надо Наверное Этим пользоваться Что одним Что вторым Одним Подбегать к Луне И помогать Ей пушить А вторым Может быть Воспользоваться Этим моментом И принять Вот эту вот Луну Кстати у которой Есть Эклипс И если она заметит Вовремя То можно его прожать И просто уничтожить Этого спиридбрекера Которую ультимативную Проюзу Да конечно же Но тут очень далеко Забегает Турса Есть у него Даггер Будет ли прятать Дизрапшин Прячет дизрапшин Су Сухензов год Пошел Эклипс Так же успевает Прокастовывать Луна продолжает Тут на чарджи Бежит На кого непонятно Ни у кого не убивает Нет убивает Шадоу демона И здесь был потрачен Все таки Ревейдж На убийство Шадоу демона Где у нас Ааа Ультимативный Ой ультимативный Господи Чен отправил На базу Луну Луна вот Пешочком Бежит Помогать уже Но Эклипса нет Теперь нету Эклипса Вот это вот беда Надо дефармить Все таки Шадоу Финду Буэкин Барт Здесь уже Меканс Появляется У Чена Который Ну да Огромное количество Высших слили И здесь даже У самого Какого не фармящего Саппорта Появятся Те самые артефакты Которые нужны Продолжает Здесь подфармливать 16 минута 7-10 У нас счет По деньгам Что у нас Продолжает Прирост По деньгам Себе Команды Парагон Еспорт По экспе Также продолжает Берститься 4000 эксп Преимущество Имеет ребята Из команды Парагон Инвиз Прибирает Аракул Если какой-то просвет Это не важно Потому что Аракул Скорее всего Отсюда уйдет Под Шадоу Финда Будет ли очередной чардж Рядом стоит Спидбрекер Но помогать некому Потому что здесь Одна Десс Профит У Руса далеко А без Русы СФа пробивать Будет довольно проблематично Тем более Сейчас у него появляется Блэкин Бар И заходит на Рошан Ребята из команды Парагон Начинают пробивать Начинают пробивать Здесь стоит ли Вард Вард Да нету И не знают Об этом команды Биуэр Рошан будет падать Довольно быстро Сейчас наверное Стики выложит Луна И заберет себе А Егист Или нет А СФ заберет А почему бы нет Да На самом деле Урона тоже Даб вносит Огромное количество В два раза Поучаствовать в драке Это огромный Огромная польза Подцепил на лассо Орак Вот здесь Бэтрайдер Продолжает Вот здесь тащить Также Экзорцизм Прожимает Эээ Десс Профит Гаш пошел По Чену Убивает все-таки Бэтрайдер Бэтрайдер Огромное количество Времени выиграл Для своей команды Под Экзорцизмом Все горит Чен пытается здесь Выживать На Сифон И все-таки его повесили Есть Гаш Ультимативный Прожимает С Шадоу Финн Под Бэкинбаром Пока что здесь находится В ветрах себя подняла Все-таки Десс Профит Труса здесь находится Пытаются кого-либо забрать Но ничего не получается Догнать Эту бедного Чена В последней тысячке Оставалось ему сделать Но все-таки Отправляют таверну В размен на одного Бэтрайдера Забирают практически Всю команду Ребята из команды Парагон Ну и продолжать Продолжать Есть Эгида Есть два персонажа Которые неплохо Разбираются с ТВ-рами Заходить Наверх И просто-напросто Уничтожать Уничтожать эту линию Уничтожать В принципе Наверное Можно все линии Пытаться Потому что Аегис есть Эклипс еще не потратили Бэкинбар 40 секунд И откатится Хэнсофф Год Уже есть Меканзм Также скоро будет Мана полная Все замечательно И еще Деминик Пюрдж Сейчас появится Так что Урсу фокусить можно Бежит сюда Орако Форчунэсэндом Откидывается Клэпами Откидывается здесь Урса В ответ Ну и вот Мы смотрим Что происходит Просто-напросто Луна начинает Своими главами Раскидываться Рэвэйш Тут появился Четыре человека Попадает на него С ворумами здесь Так Эклипс Эллюминейт Пошел от Луны Продолжает она набивать Просто разваливают Команду Биуэр Дизрапшн спрятали Тайтхантера Которого тоже отсюда Никуда не отпустит Минус четыре Также продолжает Здесь уничтожать Бараки Сф Он в принципе Даже и не отвлекался По-моему Бараки Команда Биуэр падают Первая сторона упала Мид на Девятнадцатой минуте Уничтож И заходит на Верх Заходит на Верх Вместе с Луной Теперь Сф Уничтожать Будет под дизрапшн Под монтостайл Нет Это не монтостайл Это дизрапшн Ские иллюзии Но тоже Довольно неплохо Смотрим как Уничтожаются Бараки В принципе я думаю На этой карте Все понятно Ребята из команды Парагон Одерживают победу В данной карте И в принципе Довольно легкую Мне кажется победу Семнадцать девять Преимущество по золоту Более двадцати тысяч По экспе Около десяти тысяч Я десяти сказал по золоту Двадцати тысяч По золоту естественно Имеют преимущество Ребята из команды Парагон Ну и сейчас наверное На этом закончить Не знаю почему Не пишут Goodgame well played Но у нас еще одна карта Данного коллектива Против команды Биуэр Ожидается И если она будет Такой же как эта То замечательно Игра довольно красивая Экшен был С самых первых секунд Уничтожения Коллективов Что с одной Что с другой стороны И в принципе Я не знаю У ребят из команды Парагон Отличный пик был На самое начало Здесь что? Здесь единственное Что урса могла драться И такого Огромного бюрста И Какого-то Преимущества От Комбинаций Саппортов И от комбинаций Вообще персонажей Я не наблюдал Поэтому надо сейчас Подраздумать Над своим пиком И ребятам Из команды Биуэр Реабилитироваться И показать нам То что Не зря мы Про серии Не зря мы Сейчас наблюдаем Данную встречу Ну а Музыкальная пауза Буквально Ненадолго Сейчас мы Зайдем в лобби И начнем Вторую игру 1-0 Команда Парагон Еспорт Сведет В Бестов 2 серии Про Лиги Сезон 16 Дорогие друзья С вами был Маэстро Далеко не уходите Продолжение следует...